В этом выпуске новостей Активатики поговорим о выборах. Грядет 10 сентября, важнейший день, день выборов муниципальных депутатов. И, на мой взгляд, в выборах надо обязательно участвовать и прийти голосовать. Есть несколько точек зрения на этот вопрос. Есть скептики, которые считают, что в России разрушен институт выборов, и вообще не надо участвовать в этом фарсе и приходить на выборы. В чем-то, конечно, они правы. Я сама участвовала в двух выборных кампаниях в Химках, боролась за пост мэра. Первый раз я заняла третье место, второй раз я заняла второе место, а вот на третий раз выборы отменили, и теперь мэра назначают. Но, тем не менее, я считаю, что в выборах надо участвовать. Почему? Потому что есть разные выборы. Есть выборы и выборы. Есть выборы, участвовать в которых, по-моему, бессмысленно, потому что все равно вы не пройдете. Например, выборы в государственную дуру. Там настолько жесткая конкуренция, и там против независимых, хороших, нормальных, достойных кандидатов обычно задействована вся королевская конница, вся королевская рать от, я не знаю, от федеральных медиа и заканчивая полицией, судом и прокуратурой. Все работают против. Но есть и другие выборы. Есть выборы местных муниципальных депутатов. Когда идет большое количество людей на выборах, и устроить большую такую массовую кампанию против них просто физически очень тяжело. И только в Москве можно по своему району выбирать целых пять кандидатов. Иметь своего муниципального депутата – это большое подспорье. И не правы те скептики, которые говорят, что выиграть невозможно. У нас есть уже сейчас реальные действующие муниципальные депутаты, такие как, например, Дмитрий Трунин или Саша Андреева, которые реально побеждали и которые реально приносят пользу и немалую. Что может сделать для вас ваш муниципальный депутат? Ну, это большие полномочия, большое подспорье. Во-первых, этот человек имеет доступ к информации. Во-вторых, этот человек может сделать запрос, депутатский запрос, на который власти не имеют права не ответить. И в-третьих, это вообще здорово, когда в такой вот закрытой черной коробке, которая представляет из себя наша российская власть, вот в этой закрытой системе, есть человек, ваш человек, который вовремя разберется с тем, куда дует ветер и который вовремя поймет, какое там очередное народное благо собираются вам нанести наши дорогие власти. Вам в помощь есть и разные списки кандидатов в депутаты. Вот, например, Карина Шах подготовила список на целых 28 страницах, из которых вы можете найти самого достойного кандидата в депутат. Есть список Гудкова, где собрано немало очень достойных людей. Некоторых из них я знаю лично, это, например, Илья Азар или Вадим Коровин. Правда, будьте аккуратны со списком Гудкова, потому что там есть некоторые проблемы. Не всех туда включили, к сожалению, часть очень достойных кандидатов, у которых была принципиальная позиция по платным парковкам в Москве, в этот список не вошли. И есть очень классный список Ярослава Никитенко, активиста в защиту Химкинского леса и такого активного защитника зеленой зоны на улице Живописная в Москве. Вот Ярослав подготовил для вас специально список именно местных активистов. Тоже в Фейсбуке можно с ним ознакомиться. Сейчас выборы вошли в свою решающую фазу и больше напоминают квест. Вот, например, в районе Хорошова-Умневники произошла такая ситуация. Ярослав Никитенко, о котором я сегодня говорила ранее, как член территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, решил проверить, все ли в порядке с материалами единороссов. Как член ТИКа он имеет на это совершенно полное право. Он пришел в избирательную комиссию и совершенно спокойно начал проверять материалы и, конечно же, нашел немало нарушений. Вот так, например, он нашел, что хитрые единороссы стали распространять информацию о своих кандидатах на лекарствах, на рекламе лекарств. Ну, я надеюсь, что это были слабительные лекарства. И представьте себе, что вот за этим занятием его застала член избирательной комиссии госпожа Баранова. Она в фурии налетела на несчастного Ярослава, вцепилась в его материалы и разодрала их. А в районе Вишняки власти придумали весьма оригинальный способ бороться против независимых кандидатов. Вот по рассказу муниципального депутата Михаила Бутримова его агитация постоянно исчезает из района. А на некоторых его листовках власти прямо ему на лоб ставят клеймо, ставят штамп «Сделано Навальным». Хотя, честно говоря, никакого отношения к Навальному Михаил не имеет. Ну, вероятно, в администрации Вишняков есть какие-то тайные поклонники Алексея Навального. Почему же власти так противодействуют независимым кандидатам? Почему они так борются против них? Ну, на мой взгляд, ответ совершенно очевиден, потому что власти совершенно не уверены в своей победе. Что мы можем с этим сделать? Но прежде всего давайте выводить на чистую воду этих негодяев и показывать, как жалки их попытки помешать нормальным, хорошим, достойным кандидатам. Давайте активнее распространять информацию о всех случаях нарушения, о всех вот этих позорных инцидентах. И, конечно, приходите на выборы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok